Слушайте только на Sky Radio И сейчас вы услышите мои ответы на вопросы Слушатели Sky Radio Тема антибиотиков Вот такой пришел Такой вопрос Все говорят о вреде антибиотиков Просто везде у нас говорят о том, что избегайте Не принимайте антибиотики В итоге все дети кашляют круглый год Ходят в соплях, меня это раздражает Но у нас это раздражение можно оставить при себе На это всегда ответят Здоровый ребенок всегда должен быть Немного сопливый, немного голодный И может подкашливать Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу Где разумный предел игнорирования родителями Насморка и кашля у собственного чада Всегда есть конкретный вопрос Для чего мы назначаем антибиотики? Антибиотики лечат бактериальные инфекции Если у ребенка есть опасная для его здоровья Бактериальная инфекция То никто не будет вообще здравым И они будут обсуждать тему Вредности антибиотиков Главное, чтобы они назначались Не потому, что в антибиотике находятся А потому, что они реально показаны Если вы сомневаетесь Нужны они или нет Стоит сделать обычный Анализ крови Когда всегда Который, как правило, показывает Признаки острой бактериальной инфекции Которая нуждается в антибактериальной терапии Поэтому сопли и кашель В большинстве стоим проявления вирус На инфекции Включение антибиотиков Они просто не имеют никакого отношения А если у ребенка небольшой насморк и кашель Вот где эта граница, за которой мы уже бежим К врачу, звоним во все колокола Или это просто насморк и кашель? Это границ психики родителей Она в психике родителей Я устала Дайте волшебную таблетку Просто вы ошибочно называете такой волшебной таблеткой Они такой не являются Я не разделяю позиции Во вводу жуткого вреда антибиотиков Любое лекарство вредно, если оно не нужно Понимаете? Это лишняя химия, засунутая в организм ребенка Но если у ребенка ангина Или внойные оси Или дезинтерия Кто будет обсуждать вообще тему Чить без антибиотиков Конечно, с антибиотиками Но если у ребенка кори или краснуха Или ОРЗ Вирусная инфекция Это насморк Почему? Ветрянка Ну, кто это лечит с антибиотиками? Они же не действуют Это бессмысленно Ну, так о чем тут разговаривать? Просто надо этим Вот этим вопросом Какие прививки хорошие Какие плохие? Можно ли обойтись вообще без прививок? Конечно, можно 90% идиотов привьются И вы не заболеете, конечно Они же остановят инфекционный процесс Поэтому всем хочется Быть самым умным Пусть все дураки прививаются А я не привьюсь За их счет не буду болеть Но в любом случае Где риск? Где гарантия того, что вы не наступите завтра На ржавый гвоздь? Где гарантия, что когда вы будете беременны Ваш ребенок не принесется в школу по краснуху? Где гарантия того, что ваш мальчик В подростковом возрасте Не заболеет свинкой И не получит бесплодие? Где гарантия того, что рядом с вами Например, в Украине, к примеру Государство забудет купить вакцины От дифтерии И привиты будут половина детей И такой ребенок из дефтерии приедет в Эстонию Погостит и устроит эпидемию там Где эти гарантии? Где гарантия, что к вам У вашей страны, например, как и у нашей Безвизовое сообщение с Израилем Вы об этом знаете? А в Израиле постоянно выделяется Дикий вирус полиомиелит Но он никого не волнует Потому что 99% населения привиты Поэтому я не совсем понимаю Все эти разговоры Надо, не надо Привитки – это самый эффективный способ Защиты детей от инфекционных болезней Самый дешевый Самый эффективный из существующих Это должна быть государственная политика Ну и вопрос в том, что есть куча идиот И нехороших людей Которые забыли те времена Или не знали те времена Когда были отделения Туберкулезного ленингита Когда каждый врач носил в сумочке Противогестерийную сыворотку Когда от коклюша умирали Ну практически 3% детей Когда кордывало 1% смертности Всегда Просто люди забыли этого Поэтому смерть от коклюша Это, ну как бы, обыденно А реакция на прививку от коклюша Это повод поговорить Вот все разговаривают А я так человек, который заведовал Гестерийным отделением Которого на руках Эти дети и теперей умирали Знаю немножечко цену вопросов С другой стороны Поэтому я спал Хотя я четко понимаю Что, например, во многих странах Есть битва между Врачами там или населением И антипрививочниками И антипрививочники во многих странах Однозначно побеждают Шарлатанство Оно всегда Слушатели Sky Radio Задавали мне вопросы Я на них ответил С вами был Комаров Слушайте продолжение Интервью с легендарным Детским врачом Евгением Комаровским Через некоторое время На Sky Radio Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова